Пророк Аввакум 2 глава Во второй главе появляется образ, который, наверное, лучше всего известен из всей книги Аввакума, и который прекрасно нам показывает самоощущение ветхозаветного пророка. «Я заступил на стражу, стою на башне, смотрю, что будет, что он скажет мне, как на жалобу мою ответит». Вот, собственно, что делает пророк. Стоит и смотрит, и рассказывает другим, и ждет, что ответит Господь. Причем ответит на жалобу, потому что пророку плохо, а потому что пророк переживает вот за это нечестие, в том числе еще и грядущее нашествие Вавилонина. Это все совсем его не радует. Он жалуется и ждет какого-то ответа. Не более, но и не менее. Потому что в той ситуации, когда очень много людей поклоняются Богу, многие говорят от Его имени, почитают, приносят жертву, очень важно, чтобы кто-то его попытался услышать и донести то, может быть, тихое и не самое популярное среди людей слово, которое прозвучит. «Ответил мне Господь и сказал, запиши свое видение ясное, изложи на табличках». Тогда писали в основном не на бумаге, ее еще не было, а папирус не прочен, а пергамент, кожаная такая поверхность для письма, достаточно дорог. Но таблички примитивные, допустим, деревянные, покрытые воском, или более сложные, металлические, уже более дорогие, или глиняные есть. Глиняные таблички многие культуры древнего Ближнего Востока именно их и использовали. Они все-таки гораздо более доступны и удобны в обращении, чтобы мог их гонец доставить. То есть Аввакум здесь действительно записывает ответ, но еще раз, он не просто секретарь, он сам очень внимательно выслушивает Бога и вступает с Ним в некий серьезный разговор. Итак, что же он ответит? Напомню, ключевая тема в Иудее насилия. Придут в Вавилонии, но насилие не исчезнет, просто сменятся насильники. Это видение для своего часа сбудется до конца, без ошибки. Если медлит, оно подожди, сбудется, не опоздает. То есть, смотрите, получается, что видение не всегда, или пророчество не всегда указывает на некое конкретное событие в ближайшем будущем. Хотелось бы, но не всегда. А вот оно указывает на какие-то процессы, которые происходят, на то, чем все закончится. И рано или поздно именно так и произойдет. И дальше, вместо того, чтобы говорить о конкретике, победят ли халдеи, победят ли халдеев, вообще кто, кого, когда, куда, это же очень интересно. Какая будет следующая мировая держава? Разве нам не интересно? Какое место наша страна будет занимать в новом миропорядке? Разве нам не интересно? И Авакуму, может быть, было интересно, но Господь ему не об этом говорит. Дальше слова, которые цитируются в многих источниках и в Новом Завете тоже. «Нет правды в горделивой душе, а праведник своей верой будет жить». А при чем же здесь это? Давайте прочитаем дальше, чтобы вернуться потом, как это праведник будет жить верой. «Но так же обманчив, как вино, надменный человек, ему не устоять. Кто расширяет свою пасть, как Шеол, кто ненасытен, как смерть, кто собрал себе все народы, захватил все племена, все они поиздеваются над ним в поговорку и в песенку «Он войдет». Жадный человек, да, тот, кто хватает чужое. Шеол – это мир мертвых, как мир мертвых, все пожирает, но все умирают, к сожалению. Так и этот человек все хватает. Вот он войдет в поговорку, в песенку «Горе тому, кто до чужого жаден. Долго ли присваивать ему залог других? Вот поднимутся разом должники и станешь для них дрожащей добычей». И дальше мы начинаем понимать, что это, наверное, некоторый образ силы, на которую находится другая сила. Угнетателя, который падает жертвой восстания угнетенных. При чем здесь праведник, который верой жив будет? Вавилон, кажется, понятно, причем халдеи, потому что о них уже говорилось в первой главе, они захватывают, они жестокие. Вот, похоже, это про них. «Станешь ты для них дрожащей добычей. Как ты грабил множество народов, так и их остаток тебя ограбит». То, что осталось после ограбления. «За то, что ты кровь людскую лил, разорял города и земли, и жители их. Горе тому, кто корыстного прибытка ищет для своего дома, кто гнездо свое вьет на высоте, чтобы несчастья избежать». Ну, то есть, птицы там где-то на высоких скалах, куда они залезут, животные, не умеющие летать. И вот в образном смысле это, конечно, высокомерный человек или общество, культура, государство, которое считает себя гораздо лучше всех прочих. «Ты сам навлек позор на свой дом, истребляя множество народов и греша против себя самого». Ну, вот, интересное понятие греша против себя самого, что имеется в виду. Не какой-то грех, там, скажем, чревоугодие, там, или что-то еще, но то, что человек наедине с собой делает. Но здесь же про отношение к другим. Как же, попирая другие народы, ты грешишь против себя самого? Против не грешишь? Да. Но и против себя тоже, потому что этим ты искажаешь свое собственное призвание. Этим самым ты ставишь себя на какое-то лишнее, ненужное, глупое место. И вот, когда все это произойдет, «возапят тогда камни из стены и деревянные балки» им ответят. Ну, то есть, уже просто вот дом, твой собственный дом тебя отвергнет. «Горе тому, кто строит город на крови и утверждает крепость на неправде». Надо же на чем-то утверждаться, да, вот, на насилие и вранье. Например. Вот, что решил об этом Господь воинств. «Труд народов станет пищей огню, впустую изнуряют себя работой племена». То есть, ну вот, то же самое разорение, уничтожение, и сложный, и такой высоко квалифицированный труд будет уничтожен. Все просто сгорит. А вот дальше наполнится земля по знаниям славы Господней, «как воды наполняют море». Вот в этот момент разорения и гибели все-таки приходит познание славы Господней. Может быть, просто представление о том, что именно Господь правит в этом мире, и все то, что происходит, есть плоды его рук, есть проявление его воли. А помните вопрос? Мы еще не решили, не предложили какого-то понимания, что же значит «праведник своей верой будет жить», если речь идет про вавилонин, которые будут наказаны за свои вот эти все насилия, за нечестивые поступки и за все прочее. Причем здесь праведник? А вот было же в самом начале, что видение для своего часа. Вавилон тоже не вечен, Вавилон тоже падет. И человек праведный, он может жить верой в то, что все-таки восторжествует когда-то правда и по отношению к Вавилону. Можно воевать, можно пытаться пересидеть, перетерпеть, можно пристроиться, как-то договориться, что-то еще, можно много всяких придумать вариантов. Но праведник – человек, который просто верит в то, что сбудется это пророчество. И когда оно сбудется, то наполнится земля видением славы, как воды наполняют море, потому что именно этот ход событий проявит действие Бога в этом мире. «Горе тому, кто поет соседа из чаши ненависти своей, спаивает, чтобы на готу его любоваться». Ну, то есть, позором, когда человек пьяный, он не очень соображает, может повести себя неадекватно. И, соответственно, вот вино вообще, конечно, оно вещь достаточно опасная. И в Ветхом Завете это скорее отрицательный образ, чем положительный. То есть, напоить – это значит не угостить, порадовать, отпраздновать. Это скорее значит привести в состояние беспомощности, невменяемости, опьянения. «Пьянит тебя позор, а не почет, так пей, и ты необрезанный». Необрезанный, соответственно, язычник. Далеко не все язычники были необрезанными, но все необрезанные были язычниками. И вот состояние, когда пьянит позор, а не почет. Когда голова кружится и кажется, что это от почета, уважения, от того, что все хорошо, но на самом деле это состояние падения, это состояние, когда все плохо. Но ты еще этого не понимаешь. «Не минует тебя чаша Господнего гнева». Тоже образ вина, как гнева, который предстоит испить, то есть претерпеть его. «И бесчестье, былую славу скроет. Насилие, что ты на Ливане творил, и страшная смерть, что нес ты зверям». Ливан – высокие горы. И здесь, наверное, не просто символ какой-то природы, экологическая катастрофа, но символ именно убийства живого, символ разорения. «И страшная смерть, что нес ты зверям, обернуться против тебя самого, за то, что ты кровь людскую лил, разорял города и земли, и жители их». Вот, ну, собственно, и Вавилон постигнет та же участь. Можно не волноваться. Ну, от этого не легче тем, кто ждет нашествие врага и думает, как в это нашествие выжить, но, по крайней мере, с точки зрения такой философии истории, богословия истории, все понятно, да, то есть грех приводит к нашествию, грех приводит к какой-то катастрофе, но это не значит, что орудия этой катастрофы сами избегнут в свое время чего-то подобного. И вывод. Что толку в идоле, которого ремесленник создал? Литой истукан, учащий лжи. Ну, вот, идолы создаются людьми, это одна из основных тем, которые постоянно учат пророки, да, то есть настоящий Бог сотворил небо и землю, а вот эти, в свою очередь, создания человеческих рук. Творец своему же творению верит, лепит игдолов глухих. Горе тому, кто дерево говорит, пробудись, или бессмысленному камню встань. Чему оно научить может? Обложено оно золотом и серебром, только нет дыхания в нем. Обычное обличение идолов, что это просто бездушные истуканы, поделки и не более того. Но Господь во святом храме своем всей земле говорит, умолкни. Ну, вот, эта тема грядущего разорения Вавилона, в общем, приводит к тому же, к чему приводит большинство тем о разорении, о бедствиях, о том, что все это лишь средство явить всей земле святость Бога, его власть над всем миром. И если не получается иначе, если люди не хотят его принимать другим способом, то это будет явлено через бедствие и разорение. Ну, а третья глава, пожалуй, еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok